О сколько нам открытий чудных Субтитры сделал DimaTorzok По словам президента России Дмитрия Медведева, инновационная программа должна стать одним из ключевых разделов концепции социально-экономического развития России до 2020 года, с учетом долгосрочного научно-технического прогноза и знания глобальных тенденций развития. Основная цель проекта – создание современной российской модели научно-технологического парка, развитие отечественного производства в сфере нано-, био-, айти-технологий, обеспечение конкурентноспособности продукции на российском и мировых рынках. Техника-внедренческая особая экономическая зона в Дубне создается для привлечения инвесторов и обеспечения условий для ведения исследований и разработок создания производств опытных партий высокотехнологичной продукции в соответствии с приоритетными направлениями научно-технической и инновационной деятельности Российской Федерации. Территория – 49 гектаров. Плотность застройки – 3100 квадратных метров на гектар. Общая площадь зданий – 150 тысяч квадратных метров. Планировочная структура образована транспортным каркасом, федеральной автомобильной дорогой А-104 и примыкающей к ней магистральной улицей городского значения улицей Новое шоссе, железнодорожной веткой Савеловского направления и судоходным каналом имени Москвы. Благодаря этому формируются главные планировочные оси сложившейся структуры территории. Территория ограничена с севера и запада городским лесом, с востока – сложившейся промышленной зоной, с юга – улицей Новое шоссе. Планировочная структура территории особой экономической зоны построена на основе решетчатого каркаса. Земельные участки, организованные координатной сеткой, предусмотрены для размещения зданий различного функционального назначения с возможностью увеличения территории в зависимости от потребности инвестора. Структура участков имеет следующий состав. Малый участок – 0,96 гектара. Средний участок – 1,92 гектара. Большой участок – 3,84 гектара. Планировочные решения предусматривают организацию территории с особым режимом использования, огороженную забором с въездами через контрольно-пропускные пункты. Восточный въезд – со стороны улицы Новое шоссе, юго-западный – со стороны проектируемой магистрали, соединяющей улицу Новое шоссе и улицу Вокзальная. Внутренняя система проездов особоэкономической зоны проектируется в ортогональной схеме, соответствующей планировочному каркасу. Главной композиционной осью территории является улица Новое шоссе, вдоль которой формируется основной силуэт застройки новой промышленной зоны. Ландшафтный дизайн территории формируется по принципу промышленной индустрии в лесу. Вдоль основных проездов предложен вариант размещения прореженного прозрачного леса ширина полосы 30 метров. Вдоль второстепенных проездов вариант дикого леса – лес с подлеском, ширина полосы 15 метров. Оба варианта предполагают систему логистики передвижения и ориентирования в сети лесных улиц. На территории предусматриваются парки и мини-парки, благоустроенные и оформленные в виде высокого леса с полянами, оборудованными местами отдыха для сотрудников особой экономической зоны. Архитектурно-пространственное решение построено на принципе ландшафтного урбанизма, с учетом климата, организации рельефа, растительности, где архитектурные решения обеспечивают взаимоувязанную композицию зданий с кулисами прореженных деревьев. При этом здания и сооружения будут размещены от границ участка до линии застройки на 40 метров. Принятый отступ позволяет обеспечить свободный доступ для проезда шириной 6 метров и предоставляет возможности для организации подъездов к участку, автостоянкам, погрузочным зонам, зонам маневрирования и территориям складов. На территории предусмотрено размещение акцента Центра коллективного пользования в сфере нанотехнологии. Здание 5 этажей, общей площадью 9000 квадратных метров. Назначение объекта – ведение исследований и разработок в сфере нанотехнологии. Предоставление резидентам и другим заинтересованным организациям возможности для проведения исследований и разработок с использованием уникального измерительного и аналитического оборудования, оборудований быстрого прототипирования, а также метрологическое и сертификационное обеспечение деятельности в сфере нанотехнологий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Особо важным элементом планировочной и функциональной структуры территорий является комплекс зданий-таможни. Комплекс выполнен из группы плотно расположенных зданий, формирующих единую технологическую цепочку для обеспечения процесса досмотра и пропускного режима. Архитектурно-градостроительная концепция разработана на основании «Постановление правительства Российской Федерации номер 781» о создании на территории города Дубна, Московской области, особой экономической зоны техника внедренческого типа. Генеральный заказчик ОАО «Особые экономические зоны» разработчики Проектное бюро ООО «Набат» – Россия Архитектурное бюро «Махлайт и партнеры» – Германия Архитектурное бюро «Карла Беккера» – Германия Архитектурное бюро «Штефана Шольца» – Германия Архитектурное бюро «Фнефтифана» Архитектурное бюро «Махлама» Продолжение следует...